Срочно берите капусту и готовьте эту вкуснятину на обед или на ужин. Все очень быстро и невероятно просто. Первым делом отрезаем от кочана капусты среднего размера третью часть. Теперь будем ее измельчать. Можно меленько нашинковать ножом, а можно на обычной терке, как сделала это я. Так получается намного быстрее и долго возиться с овощами не придется. Я измельчала на крупной терке. Вот такая вот капуста у меня в итоге получилась. Сразу готовьте много, так как это очень вкусное блюдо и улетает оно просто мгновенно. Еще нам нужен будет белый лук. Луковицу среднего размера нарезаем на маленькие кусочки. Лучше для этого блюда брать именно белый лук. Так будет намного нежнее, но и обычный желтый конечно тоже подойдет. На плиту ставим сковородку, выливаем немного растительного масла и высыпаем измельченный лук. Нам нужно хорошенько его потушить до полупрозрачного состояния. На среднем огне буквально пару минут. Перемешиваем, разравниваем в один слой и накрываем крышкой. А пока подготовим картофель. Нам нужно 2 среднего размера. Нарезаем сначала кольцами, не сильно тонко. После этого каждый кусочек разрезаем соломкой. Вот примерно так. И уже затем режем на кусочки небольшого размера. Как только лук стал полупрозрачным, высыпаем измельченный картофель и хорошо перемешиваем. Будем тушить на среднем огне минут 5, накрыв крышкой. Теперь подготовим морковь. Одной среднего размера вполне хватит. Я ее уже предварительно почистила и помыла. И сейчас будем измельчать тоже на крупной терке. Выбирайте яркого цвета морковь, чтобы она была сладкой. Так блюдо получится очень вкусным. Через минут 5 убираем крышку со сковороды, перемешиваем картофель и высыпаем измельченную капусту. Это будет очень вкусно и совершенно недорого. Хорошенько все перемешиваем и тушим пару минут под крышкой. После этого проверяем, как наши овощи. И отправляем сюда же морковь. И снова хорошенько все перемешиваем. Держим под крышкой пару минут. А пока подготовим перец. У меня болгарский красный перец. Но можно взять любой, который у вас есть. Желтый, зеленый, например. Убираем все лишнее и нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем перец на сковородку к остальным овощам. Добавляем соль, паприку копченую и специи для овощей. Те, что больше всего любите. Перемешиваем и тушим все овощи еще буквально 3-4 минуты. До мягкости моркови и перца. Теперь зелень. У меня сегодня будет укроп. Очень вкусно с ним получается. Но можно взять и петрушку, например. И даже молодой зеленый ручок. Здесь все по вашему вкусу. Меленько нарезаем ее. И практически уже все готово. Проверяем наши овощи. Уф, какой аромат! Аппетит разыгрался моментально. Убираем с огня и сразу подаем. Еще в горячем виде. Сверху посыпаем измельченной зеленью. Можно добавить сметанку или домашний майонез. До чего же ароматное и невероятно вкусное блюдо у нас получилось. Из абсолютно простых и недорогих продуктов. Это и отличный гарнир, и полноценное отдельное блюдо для обеда или ужина. Сытно, не тяжело и очень вкусно. Рекомендую приготовить. Вы точно не пожалеете. Главный ингредиент это капуста. Измельчаем ее тоненькой соломкой. Нашинковать можно абсолютно по-разному. Можно обычным ножом, как делаю я. Можно специальной шинковкой. Или даже ножом для чистки овощей. В общем, здесь как вам уже удобно. Главное, чтобы соломка была не толстой. Вот так, как у меня. Если она получается сильно длинной, ее можно разрезать еще пополам. Вот так, как вы сейчас видите на экране. Все, с капустой разобрались. Отправляем ее теперь в большой салатник, где будем собирать наши блюда. Это настоящий природный энергетик и кладовая витаминов. Так что советую такие салатики готовить каждый день. Теперь возьмем яблоко. Одно среднего размера. Будет достаточно. Нарезаем его сначала на тоненькие слайсы. Берите сладкое яблоко твердых сортов. Теперь слайсы нарезаем на тоненькие полоски. Очень мне нравится такой способ измельчения яблок для салатов. И быстро, и красиво смотрится в готовом блюде. Еще обязательно нужен красный лук. Его нужно совсем немного, для аромата. Поэтому маленькая луковица подойдет отлично. Лук измельчаем полукольцами. Тоже тоненько. Это важно. По желанию можно заменить красный лук на молодой зеленый или лук-порей. Тоже будет очень вкусно. Но вот сочетание красного лука с остальными ингредиентами в этом салате мне нравится намного больше. Получившиеся полукольца разделяем на отдельные слои. Вот так как у меня. Отправляем теперь лук капусте в салатник. Добавляем немного соли. Специи для салата. У меня это смесь трав и перца. И обязательно добавлю сушеный чеснок. Теперь высыпаем измельченные яблоки. Очень люблю в этом салате грецкие орехи. Их нужно немного. Если не совсем лень, можно предварительно подсушить их в духовке или на сковороде. Но можно и так. Орехи измельчаем ножом на небольшие кусочки. Сильно мелко не нужно. Они должны хорошо ощущаться в салате. Подготовленные орехи высыпаем в салатник. И остался еще один главный ингредиент. Это тунец. Можно брать в консервах, а можно свежий. И поджарить его предварительно на сковороде, например. Кому как больше нравится. Сегодня у меня консервированный тунец для салатов в собственном соку. Разделяем его ложкой или вилкой на небольшие кусочки. И тоже отправляем в салатник. Осталась заправка. Я люблю этот салат в сочетании со сметаной 20% жирности. Можно, конечно, взять йогурт. Или кто любит майонез. Но тогда лучше домашнего приготовления. Если нужен быстрый и проверенный рецепт, ссылочку оставлю в описании под видео. Все хорошенько перемешиваем и все готово. Салатик получается очень сочный, нежный и неимоверно вкусный. Настолько интересный и пикантный вкус, что остановиться очень тяжело. Это пока мой фаворит из салатов с капустой. Я уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Как вам такой новый легкий салатик? Разрезаем качан на 4 части. Так будет гораздо удобнее. Люблю свежие весенние овощи. Блюда из них особенно вкусные. Итак, капусту натираем на крупной терке. Можно, конечно, измельчить и с помощью ножа. Или специальной шинковки. Но так мне сегодня и быстрее, и удобнее. Всего должно получиться примерно полкилограмма измельченной капусты. Перекладываем капусту в глубокую емкость. Теперь картофель. Я его уже помыла и очистила. Его тоже натираем на крупной терке. Нужно примерно 4 штучки среднего размера. Но если хотите более легкое блюдо, то можно сократить количество до 2 штук. И сразу натираем одну морковь. Тоже на крупной терке. Высыпаем овощи в салатник с капустой. Теперь нарежем лук порей. Очень его люблю. Нарезать нужно тоненькими колечками. Он довольно пикантный. При этом без резкого вкуса и запаха. Если лука порей нет, его можно заменить на обычный зеленый лук. Нарезанный лук тоже отправляем в емкость к остальным овощам. Конечно, в это блюдо я добавляю сладкий болгарский перец. Можно использовать и замороженный, если не сезон. Но вкуснее всего, конечно, получается со свежим. Нам понадобится один небольшой перец. Очищаем его от косточек и нарезаем сначала соломкой. А потом на вот такие вот небольшие кусочки. Нарезанный перец тоже высыпаем в салатник с остальными овощами. Обязательно еще добавлю небольшой пучок свежей зелени. Чтобы сделать блюдо и вкуснее, и полезнее. У меня сегодня укроп и петрушка. Нарезаю достаточно мелко и высыпаю в салатник. Все, все овощи мы подготовили. Теперь нужно хорошо размешать все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Получится действительно очень полезное, вкусное блюдо, которое можно подавать и на обед, и на ужин. И даже тем, кто на диете. Итак, в глубокую емкость разбиваем 4 яйца. Добавляем щепотку соли. Выливаем немного молока. Буквально пару столовых ложек растительного масла. У меня оливковое. И высыпаем 4 столовые ложки муки. Добавляем немного разрыхлителя. И хорошенько при помощи венчика перемешиваем до получения гладкой однородной массы. Посмотрите, какая текстура должна получиться. Выливаем яичную массу к овощам и хорошо ложкой вымешиваем таким образом, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем овощную смесь на пергамент. И равномерно все распределяем, чтобы получился одинаковый слой. Выпекать будем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Спустя это время вынимаем блюдо из духовки и сверху посыпаем натертым сыром. И снова отправляем в духовку еще на минут 20. Вы только посмотрите, какое аппетитное и вкусное блюдо получилось. Хватит точно на всю семью. Готовлю такое блюдо и на обед, и на ужин. И всегда улетает на ура. Такая запеканка вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Так что ее можно использовать и в качестве перекуса. Это действительно очень вкусный и полезный рецепт с отличным сочетанием овощей. Обязательно попробуйте приготовить. Для начала нам нужно запечь куриное филе. Именно запечь, а не отварить. Тогда вкус получается насыщенный, а само мясо плотное и сочное. Для этого нам нужно обернуть куриное филе в фольгу, положить в емкость для запекания и отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. А пока филе будет запекаться, подготовим все другие ингредиенты. Нарезаем достаточно мелко капусту. В этом рецепте вы можете заменить обычную капусту на пекинскую, как больше любите. Теперь займемся огурцами. Для этого салата я всегда очищаю кожицу у огурцов. Так вкус получается более нежный, без горечи. Нарезаем огурчики удобным для вас способом, но самое главное достаточно мелко. Подготовим соус для заправки. Я часто делюсь с вами этим рецептом, так как это отличный способ заменить майонез в салатах. По вкусу просто не отличишь. В нежирный йогурт или сметану добавляем горчицу, перец и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Куриное филе уже готово. Нарезаем на мелкие кусочки. Конечно же вы можете заменить филе на куриные бедра или использовать индейку. Ориентируйтесь на свой вкус. Но рекомендую для этого салата брать именно мясо птицы. Так будет вкуснее. Теперь выкладываем в большой салатник все ингредиенты. Нарезанную капусту, куриное филе, огурцы и морковь по-корейски. Рецепт домашнего приготовления есть у меня на канале. Ссылочка в описании. Заправляем салат соусом. Конечно можно заменить соус на майонез. Ссылочку на домашний майонез я оставлю в описании. Хорошо перемешиваем салат, чтобы все ингредиенты перемешались. И посмотрите какой аппетитный, сытный и вкусный салат у нас получился. Подавать такой салат лучше всего сразу же после приготовления. А сейчас вас ждет совершенно необычный салат. И на первый взгляд может показаться, что он довольно странный. Но это до тех пор, пока вы его не попробуете. Для начала берем капусту и нам нужно ее мелко нашинковать. Можно это сделать при помощи специальной терки. А можно, как я, обычным ножом. Для этого салата абсолютно не принципиально, как вы нарежете капусту. Делайте так, как вам больше нравится. В емкость для салата отправляем измельченную капусту. Берем одну небольшую красную луковицу. Именно красную с другим луком будет совсем не такой вкус. И разрезав ее пополам, нарезаем очень тоненько на слайсы. Вот такие вот, как у меня. Лук высыпаем в салатник капусте, разделяя слайсы на вот такие вот части. Теперь красный сладкий перец. Разрезаем, удаляем все лишнее и тоже нарезаем на тоненькие полосочки. Вообще, красный сладкий перец считают чемпионом по количеству витамина С. В нем его больше, чем в лимоне, например. Нарезанный перец высыпаем в салатник. Теперь два самых главных ингредиента, которые и придают этому салату просто бесподобный вкус. Это листочки рукколы. Мы их просто рвем и отправляем в салатник. И творог. Нам нужно грамм 100-150. Только берите не меньше 5% жирности. Как же это будет вкусно! В конце добавим горсть белого сладкого изюма. И мои любимые итальянские травы для салата. Немного соли. Осталось сделать заправку. Выливаем 3 столовые ложки растительного масла. Можно подсолнечное, можно оливковое. Сок половинки лимона. Черный перец. 1 чайная ложка меда. И все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Вот такой соус у нас в итоге получается. Выливаем соус в салатник. И аккуратно все перемешиваем. Вы только посмотрите, какие краски. Именно сейчас в холодную зимнюю погоду они нужны как никогда. Сочетание продуктов просто невероятно вкусное. А главное, что все это очень быстро и просто. Такой салат запросто может стать отличным дополнением на праздничном столе. Например, к мясным или рыбным блюдам. Салатик получается очень сытным, но абсолютно не тяжелым. Это сейчас мой фаворит среди салатов из капусты. Уж очень вкусно! Надеюсь, и вам он тоже понравится. Следующий салат не менее вкусный. Нарезаю капусту тонкой соломкой и складываю в миску. Берем теперь помидорки. У меня сорт от черри. Но можно взять абсолютно любые, которые есть у вас и тоже нарезаем. Отправляем в емкость капусте. Для этого салата нам понадобятся яйца, сваренные вкрутую. Я предварительно их уже отварила и сейчас разрезаю пополам. Желток пока отправляю в отдельную емкость. Он нам понадобится чуть позже для очень вкусной заправки и украшения. А белок буду нарезать на небольшие кубики. Вот такие вот. Не сильно мелко, но и не крупно. Отправляю белок в миску с салатом. Добавляю сюда 2 столовые ложки консервированной кукурузы. И нам понадобится еще один ингредиент. Это твердый сыр. Натираю его на крупную терку. И наш салат практически готов. Осталось только приготовить потрясающую заправку. Желтки, которые мы вначале отложили, растираем в мелкую крошку. Вилочкой или ложкой. Должна получиться вот такая вот крошка без крупных кусочков. 1 чайную ложку перекладываем в отдельную емкость для украшения. Добавляю 2 столовые ложки сметаны 20% жирности. 2 чайные ложки горчицы. И хорошо все перемешиваем до однородной консистенции. Горчицу можете брать абсолютно любую. Все зависит только от ваших вкусовых предпочтений. Соус для заправки готов. Перед заправкой в салат добавляем специи и соль по вкусу. Отправляем соус в миску и все хорошо перемешиваем. Почему я рекомендую добавлять соль перед подачей? Так капуста не будет выделять сок. И салат у вас получится не водянистый и очень свежий. А не как бы лежавший. Выкладываем на тарелку. Сверху украшаем оставшейся крошкой желтка и пробуем. Салатик получается очень вкусный, необычный и свежий. Съедается за пару минут и в больших количествах. И еще один мой любимый вариант, если хочется чего-то легенького и необычного. С капустой поступаем все так же. Мелко нарезаем соломкой и отправляем в емкость. Берем яблоки и нарезаем небольшими кубиками или можно соломкой. Кому как больше нравится, только не на терку. Отправляем все в салатник. Нам нужна будет еще фета. Пару пластин. Можно взять брынзу, но главное, чтобы она была соленой. Это очень важно. Мелко режем на кубики и тоже отправляем к капусте. Небольшой пучок петрушки тоже мелко нарезаем. Теперь немного изюма. Мне больше нравится белый. И теперь осталась заправка. В отдельную емкость выливаем сок половинки лимона, масло, у меня оливковое, 2 чайные ложечки горчицы. И все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Мед я не добавляю, потому что в салате яблоки и изюм. Они довольно сладкие. Но если будете делать другие овощные салаты, добавьте чайную ложку меда и немного соли. Это просто фантастическая заправка для капусты. Очень рекомендую. Выливаем заправку в салат. Немного специй по вкусу. Соль не добавляем, у нас соленая фета. Этого вполне достаточно. И все хорошо перемешиваем. Выкладываем на тарелку и сверху обильно посыпаем сезамом. Или по-другому семечками кунжута. Да чего же это вкусно! Вот, наверное, это мой самый любимый салат. Сладкие яблочки, капуста и соленая фета. Ммм, а заправка со всем этим просто творит чудеса. Зовите всех к столу и наслаждайтесь божественным вкусом. Все ингредиенты и пропорции для удобства я написала под видео в описании. Капусту нам нужно хорошенько измельчить. Можно это сделать обычным ножом, как я. А можно, используя специальную шинковку для капусты. Как вам больше нравится. Вот примерно так у меня получилось. Сильно мелко измельчать не нужно. Теперь морковь. Нам нужно ее измельчить на крупной терке. Очень люблю осень за невероятно вкусные и сочные овощи. Поэтому каждый день стараюсь что-нибудь из них приготовить. Вот такая вот морковочка вышла. Еще нам нужен лук. У меня белый, но можно взять любой, который у вас есть. Одной луковицы чуть больше среднего размера будет вполне достаточно. Нарезаем лук на кусочки, не сильно мелко. Теперь мясо. У меня сегодня будет курочка. Я взяла филейную часть. Очень вкусно это блюдо получается и со свининой, и с говядиной. Нарезаем филе на кусочки. Главное, чтобы куски не были сильно большими. Вот так получилось у меня. И еще я возьму гречневую крупу. Высыпаем ее в сотейник. Выливаем теплую воду и хорошенько промываем. Повторяем это до тех пор, пока вода не будет прозрачной. Теперь берем жаропрочную форму и небольшой кусок рукава для запекания. Раскрываем рукав в форме так, чтобы нам было удобнее с ним дальше работать. И сначала отправляем в него измельченную капусту. Аккуратно распределяя по всему дну формы. После капусты выкладываем морковь и нарезанный лук. Распределяем овощи и выкладываем сверху них мясо. Будет очень вкусно. Теперь обязательно специи. От них все и зависит. Сначала паприка, соль, потом сушеный чеснок и мои любимые итальянские травы. Все эти специи я заказала на iHerb. Вы очень часто спрашиваете, где я покупаю, например, итальянские травы. Ссылочку я обязательно оставлю в описании под этим видео. Кстати, с моим персональным кодом вы получите еще и хорошую скидку при оформлении заказа. Так что не забудьте его указать. Хорошенько завязываем один край рукава и осталось еще совсем чуть-чуть. Берем ложку и сначала немного перемешиваем все содержимое со специями. А затем, удерживая один край рукава рукой, интенсивно перемешиваем сам пакет. Чтоб все овощи, мясо и специи хорошенько перемешались. Конечно, это можно сделать в отдельной посуде, а в рукав просто выложить. Но когда не хочется лишний раз пачкать и мыть посуду, этот метод определенно хорош. Нам осталось добавить к овощам еще гречневую крупу, которую мы уже промыли и подготовили. Выкладываем нужное количество ложкой и немного перемешиваем с овощами и мясом. Все наши приготовления закончены. В стакан с обычной питьевой водой выливаем оливковое или подсолнечное масло. Кому какое больше нравится. Перемешиваем и аккуратно выливаем в пакет к овощам и мясу. Овощи еще тоже выделят свой сок, поэтому этой порции воды вполне достаточно, чтобы получился нежный и очень сочный ужин. Закрываем второй край рукава и отправляем все это в духовку на 35-40 минут при температуре 200 градусов. И через это время наш великолепный ужин готов. Пахнет очень вкусно. Раскрываем пакет. Я делаю это обычными ножницами сверху. И посмотрите, какая красота у нас получилась. Рассыпчатая, но не переваренная гречка, ароматное и мягенькое мясо, нежнейшие овощи, приготовленные в собственном соку. Это действительно очень вкусно. А главное полезно. Сразу накрывайте на стол и зовите всех к столу. Сразу накрывайте и зовите всех к столу. Конечно, такое блюдо вкуснее всего, когда еще горячее. Можно добавить, кстати, сметану или домашний майонез. Но и без них быстрый ужин улетит так же быстро. А как вам такой вариант? Что скажете? Для этого рецепта нам нужен один качан среднего размера. Разрезаю его на 3 примерно равные части. У меня получились вот такие вот 3 пластины. Теперь каждую пластину я разрезаю на полоски. Вот так, как показано на видео. И теперь еще раз на полоски, но уже перпендикулярно предыдущему разрезу. В итоге у меня получились вот такие вот квадратики средней формы. То, что нужно для этого салата. И быстро, и возиться шинковкой не нужно. Перекладываем всю капусту в большую емкость. И разделяем все листочки, перемешивая руками. Берем теперь кастрюлю. Наливаем 1 литр воды и отправляем на огонь. Нам нужно, чтобы вода закипела. А пока подготовим остальные ингредиенты. Берем красный сладкий перец. Сорт особого значения не имеет. Главное, чтобы он был из сладких сортов и мясистый. Убираем все лишнее и нарезаем сначала на вот такие вот полоски. Не сильно крупно. А теперь на небольшие кубики. Вот примерно так, как у меня. Вода уже закипела. Убираем ее с огня и выливаем в емкость капустой. Перемешиваем ложкой, чтобы все листочки были покрыты водой. И держим секунд 10-15. Не больше. Это будет очень вкусно. Капуста совершенно не будет вареной и останется хрустящей. Но вкус приобретет другой. Очень интересный. Через это время вынимаем капусту из воды и перекладываем в сито, чтобы стекла вся жидкость. На это уйдет буквально пара минут. А пока подготовим вкуснейшую заправку. В небольшую емкость выливаем 3 столовые ложки соевого соуса. Пару столовых ложек растительного масла. Берите то, что больше нравится вам. Добавляем 1 полную чайную ложку меда, чайную ложку кориандра, сладкой копченой паприки и 2 чайные ложки смеси трав и перцев. У меня это итальянские травы. Теперь ложкой аккуратно все перемешиваем до однородного состояния. У нас получилась неимоверно вкусная и ароматная заправка для салатов. Очень рекомендую попробовать приготовить. В чистый салатник выкладываем подготовленную капусту. Выливаем теперь нашу заправку. Хорошенько все перемешиваем ложкой, чтобы вся капуста смешалась с маринадом. Я делаю всегда этого салата много, так как уходит он на ура и моментально. Особенно к мясу или рыбе. Оставляем так капусту буквально на пару минут, чтобы она немного напиталась ароматами и соком заправки. А пока подготовим оставшиеся ингредиенты. Берем зеленый лук. 3-4 пера будет достаточно. И меленько измельчаем. Сейчас самое время готовить такие салатики. И еще для аромата я возьму пару зубчиков чеснока. Раздавливаю его ножом и нарезаю на тоненькие колечки. А затем уже измельчаю на маленькие кусочки. Если есть молодой чеснок, лучше взять его. И конечно же добавить немного зеленой его части. Ароматно будет безумно. И конечно же полезно. Красный перец высыпаем в салатник капусте. Теперь зеленый лучок. И измельченный чеснок. Все хорошо перемешиваем. И все готово. Вы себе не представляете, до чего же это вкусно. Я никогда бы не догадалась, что капуста обработана кипятком. Она хрустящая, сладенькая и очень вкусная получилась. Порционно раскладываем и подаем к столу. Пикантный, ароматный и сытный салатик готов. Подайте его к мясу или рыбке на гриле. И это будет настоящий восторг и праздник живота. А я уже с нетерпением жду вас в комментариях. Первым делом нам нужно ее нашинковать. Для этого берем половинку среднего кочана. Измельчать я буду обычным ножом. Это совершенно не сложно и быстро. Но можно и с помощью специальной шинковки. Вот сколько сочной капусточки получилось. Перекладываем ее в емкость, где будем делать наш салат. Теперь морковь. Нужна одна небольшого размера. Измельчаем ее на крупной терке. Отправляем морковь к капусте в салатник. А теперь изюминка этого салата. Грибочки. Обыкновенные свежие шампиньоны. Их нужно хорошо очистить или промыть. Кто как любит. И нарезать не сильно мелко. Кусочки могут быть разного размера. Так даже вкуснее. Вот что в итоге у нас получилось. Теперь берем сковородку. Выливаем масло. И отправляем сюда наши грибочки. Самое главное их правильно приготовить. Тогда салат будет просто волшебно вкусным. Распределяем грибы в один слой. И жарим на сильном огне минуту. Постоянно помешивая. Чтобы они не подгорели. Грибы берут много масла. Поэтому не жалейте. Дно сковородки не должно быть сухим. При таком способе обжаривания. Быстро сформируется хрустящая корочка. А серединка будет мягкой. Теперь уменьшаем огонь до среднего. И готовим еще минуты 3-4. Постоянно помешивая. В этот момент должна выйти вся лишняя влага. В самом конце добавляем соль. И черный молотый перец. Перемешиваем. И наши великолепные грибочки готовы. Они получаются очень вкусными. Убираем с огня. И перекладываем их в отдельную емкость. Чтобы они немного остыли. А пока нарежем зеленый лучок. Сильно мелко не режьте. Вот так будет отлично. В салатник выкладываем 3 столовые ложки консервированной кукурузы. И еще нам нужен пучок укропа. Его мы тоже будем измельчать. Желательно меленько. Ох, этот аромат! Это будет бомба, а не салат! Вот обязательно попробуйте. И расскажите мне потом в комментариях. Высыпаем измельченный укроп к овощам. Теперь остывшие румяные грибочки. Немного соли. И специи для салата. У меня это смесь трав и перца. Осталось сделать вкуснейшую заправку. В отдельную емкость выкладываем 3 столовые ложки сметаны 20% жирности. И чайную ложку крепкой горчицы. И хорошо все перемешиваем до однородного состояния. Это потрясающий вкусный соус к разным салатам и овощным блюдам. И отличная замена майонезу. Выкладываем соус в салатник. Высыпаем зеленый лучок. И хорошенько все перемешиваем. Слюнки уже сами начинают течь. Это неимоверная вкуснятина. Сочный, яркий, ароматный и витаминный. То, что сейчас нужно для укрепления иммунитета. Осталось переложить в порционные тарелки и звать всех к столу. Вы себе даже представить не можете, до чего же это вкусно. Ни мяса, ни гарнира уже не нужно. Только салатик, да побольше. Вкус очень необычный. И постоянно хочется еще и еще раз пробовать. С большим нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях. Как вам мой новый рецепт? Приготовим вкусное и быстрое блюдо для всей семьи. А начнем с того, что капусту нужно нарезать. Шинкуем капусту довольно мелко. Всего понадобится примерно 300-400 грамм капусты. Уже нарезанную капусту я еще немного измельчаю при помощи ножа. Таким способом, как показано на видео. Две средние луковицы измельчаем при помощи терки. Для этого рецепта лук я обязательно натираю на терке, а не измельчаю ножом. Так получается гораздо вкуснее. В удобную глубокую емкость высыпаем нарезанную капусту. Выкладываем фарш. У меня свина говяжий, но вы можете брать любой, какой больше нравится. Разбиваем одно яйцо и выкладываем натертый лук. Теперь добавляем специи. Для этого рецепта я использую только соль и немного черного молотого перца. Вы можете добавить любые другие специи по вашему вкусу. Все хорошенько перемешиваем. Можно это делать при помощи ложки, но удобнее и быстрее всего просто руками. Фарш и капусту нужно хорошо перемешать между собой, чтобы масса получилась однородная. Примерно так в итоге должно получиться. Теперь подготовим форму, в которой будем готовить наше блюдо. У меня это вот такая стеклянная форма для выпекания. Выливаю немного растительного масла и смазываю при помощи кисточки. Из фарша формирую вот такие вот довольно крупные котлетки. Очень удобно работать с таким фаршем. Готовые котлетки выкладываем в форму для запекания. Оставляем между друг другом немного пространства. Повторяем все то же самое с остальным фаршем. В итоге у меня получилось 5 довольно больших котлет. Вы можете сделать котлетки меньшего размера, если готовите, например, для деток. Тогда котлетки будут выпекаться меньше по времени. Форму с котлетами накрываем фольгой и отправляем в уже разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. Пока котлетки выпекаются, натрем сыр на мелкой терке. Всего нам понадобится примерно 100-120 грамм сыра. Натираю его на мелкой терке. Вот сколько сыра у нас в итоге получилось. Натертый сыр высыпаю в удобную емкость. Выкладываю несколько столовых ложек майонеза или сметаны. И хорошенько все перемешиваю. Достаем теперь котлеты из духовки, снимаем фольгу и при помощи ложки выкладываем сверху сырную массу. Распределяем равномерно, чтобы хватило на все котлетки. И теперь уже не накрываем фольгой. Просто ставим в духовку еще на 10-15 минут. Вот и все! Капустные котлеты под сыром готовы! Такие очень вкусные и пышные котлеты, приготовленные с фаршем и капустой в духовке, можно подать с любым гарниром. А можно и как самостоятельное блюдо. Вкус у них получается просто потрясающий! Такой нежный! А сочность сохраняется благодаря использованию капусты и репчатого лука. Отличные котлетки получаются! Обязательно попробуйте! Ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. И я уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Для приготовления этого потрясающе вкусного блюда нам нужно всего ничего. Один качан капусты, сливочное масло комнатной температуры, итальянские травы и сухой чеснок. Итак, берем качан капусты. Самое главное и сложное в приготовлении этого рецепта, это правильно порезать капусту. В начале качан нужно разрезать пополам, но не до конца. Развернуть и еще раз пополам. Чтоб получились вот такие вот 4 сегмента. Старайтесь выбирать плотный качан, чтоб капуста не была мягкой. Листья не будут вываливаться и распадаться. А блюдо получится более вкусным и красивым. Когда качан плотный, он хорошо пружинит и очень легко разъединяются все листочки. Но так, что они не распадаются и держатся вместе. Теперь разрезаем до конца пополам и каждую часть тоже до конца пополам. Вот такие вот сегментики у нас должны получиться. Сливочное масло берем 82,5% жирности. Оно должно быть очень мягким. По текстуре напоминает крем. Можно, конечно, взять и растительное масло или оливковое. Но именно со сливочным получается очень аппетитная и вкусная хрустящая корочка. Лично мне так нравится намного больше. У разрезанной капусты каждый листик хорошо отделяется. Но при этом ничего не разваливается. Это значит, что мы порезали все правильно. Теперь разрезаем каждый сегмент еще на 2 равные части. И у нас практически все готово. На тарелку выкладываем кусочки капусты и аккуратно лопаточкой промазываем сливочным маслом со всех сторон. Между листиками осторожно их разъединяем. Главное, чтобы ничего не развалилось. Это будет нетерпимо вкусная закуска или гарнир. Аж не терпится быстрее приготовить. Вот что должно получиться после промазывания маслом. Теперь капусту солим с каждой стороны. Количество зависит от вашего желания. Я солю немного. Добавляем теперь итальянские травы. Можно взять абсолютно любые специи, которые вы любите. И в конце обильно посыпаем сухим чесноком. Мне очень нравится такая приправа. И возиться с выдавливанием чеснока абсолютно не нужно. Так проделываем с каждым кусочком. На самом деле все это делается очень быстро. Посмотрите какая красота. И ничего не распадается. Теперь берем противень. Накрываем его бумагой для выпечки. И выкладываем наши сегменты капусты. Я сделаю два варианта. Это первый. Ничем не накрывая, отправляем в разогретую духовку на 25-30 минут. При температуре 180 градусов. Второй вариант сделаем следующим образом. Берем рукав для запекания и аккуратно выкладываем в него кусочки капусты. Так, чтобы они не упали. Завязываем крепко пакет с одной стороны. И со второй. И отправляем в духовку на 25-30 минут. Тоже при температуре 180 градусов. Первый вариант уже готов. Уф, вы только посмотрите на эту красоту. А какой аромат сейчас на кухне. Масло с чесночком и травами просто творит чудеса. Такую закуску очень классно подавать на праздничный стол. Ваши гости будут очень приятно удивлены. Это и закуска, и гарнир одновременно. Отличный вариант для сытного обеда или легкого ужина. Листочки хрустящие и очень вкусные. А вот и второй вариант. Даем немного остыть. Разрезаем рукав. И вот она, наша мега вкусная капусточка. Этот вариант получается совершенно кардинально просто другим. Каждый листочек невероятно мягенький, очень вкусный и отлично подойдет в виде гарнира к мясным или рыбным блюдам. Как думаете, какой вариант больше всего нравится в моей семье? Напишите мне в комментариях. Мне очень интересно, угадаете вы или нет. Вот так всего из одного кочана капусты получается неимоверно простое и удивительно вкусное блюдо. Для любителей похрустеть с ароматной корочкой или нежный, мягкий, просто тающий во рту второй вариант. Я уверена, что вы непременно выберете то, что понравится именно вам. Или будете готовить оба эти варианта. Спасибо, что смотрели это видео и были со мной. Ставьте обязательно лайк, если рецепт вам понравился. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео. Жду ваши фото в инстаграм и приятнейшего вам аппетита! Разрезаем кочан. Нам понадобится примерно половинка небольшого кочана капусты. Шинкуем достаточно мелко. Перекладываем нарезанную капусту в глубокую емкость. Добавляем соль и хорошо руками обминаем капусту несколько минут, чтобы она стала мягче и выпустила сок. Посмотрите, какая сочная стала капуста спустя пару минут. Оставляем теперь капусту еще на пару минут и подготовим остальные ингредиенты. В глубокую емкость разбиваем 4 яйца. Добавляем сметану жирностью 15-20%. Можно заменить на йогурт или даже на кефир. Но тогда муки понадобится немного больше. Добавляем теперь соль и молотый черный перец. И хорошо при помощи венчика или вилки размешиваем до получения однородной массы. Когда яйца и сметана хорошо смешались между собой, высыпаем муку и немного разрыхлителя. Снова все перемешиваем. Удобнее всего, конечно же, венчиком и быстро, и комочков не остается. Сильно взбивать не нужно. Достаточно просто добиться однородной текстуры. Еще один важный ингредиент это зеленый лук. Я обязательно добавляю его в это блюдо. Нарезаем достаточно мелко и высыпаем в емкость к остальным ингредиентам. Хорошо все перемешиваем и наша заливка готова. Берем подходящую посуду для выпечки и выкладываем туда сочную нарезанную капусту. Распределяем таким образом, чтобы получился равномерный слой. Теперь сверху выливаем заливку, равномерно ее распределяя по поверхности. Сверху щедро посыпаем сыром, натертым на крупной терке. Конечно, чем больше сыра, тем вкуснее. Вот и все. Отправляем запеканку с капустой в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Время выпечки зависит от высоты и диаметра вашей формы. Посмотрите, какая аппетитная запеканка с капустой у нас получилась. Это не пирог, так как муки тут совсем чуть-чуть. Запеканка с капустой получается очень сытная, сочная и ароматная. Это отличная идея для ужина или обеда. Попробуйте приготовить. Второй рецепт еще вкуснее. Для начала нам понадобится одна средняя луковица. Нам нужно порезать ее достаточно мелко. Теперь морковь. Для этого рецепта я натираю ее на мелкой терке. Будет достаточно одной средней моркови. На раскаленную сковородку выкладываем немного масла. Сегодня у меня топленое, но можно использовать обычное. Сливочное или растительное. Выкладываем лук и обжариваем пару минут. Теперь выкладываем морковь. Перемешиваем и оставляем тушиться на среднем огне на 3-4 минуты. А пока подготовим капусту. Капусту разрезаем таким образом, чтобы нам было удобно ее шинковать. Для этого рецепта понадобится грамм 400-450. Капусту шинкуем достаточно мелко. Можно специальной шинковкой или обычным ножом, как у меня. Здесь кому как нравится. К этому времени лук и морковь уже отлично прожарились. Высыпаем в сковородку нарезанную капусту и хорошо все перемешиваем. Выливаем теперь в капусту томатное пюре или томатную пасту. И снова хорошо все перемешиваем. Оставляем тушиться до мягкости капусты. А пока приготовим заливку. В глубокую емкость разбиваем 3 яйца. Выливаем стакан молока и выкладываем сметану. Добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо венчиком перемешиваем до получения однородной массы. Вот и все. Заливка готова. Капуста уже тоже готова. Выключаем огонь и немного даем остыть. Тем временем подготовим форму для запекания. Форму нужно смазать небольшим количеством сливочного масла. Когда капуста немного остыла, выкладываем все содержимое сковороды на лаваш и равномерно распределяем по всей поверхности. Теперь сворачиваем лаваш в плотный рулет. Полученный рулет нарезаем на одинаковые кусочки толщиной 4-5 см. Кусочки лаваша с начинкой аккуратно перекладываем в форму для запекания. Теперь заливаем будущий пирог заливкой из яиц и молока. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Вот и все. Пирог из лаваша с капустой готов. Готовый пирог можно немного украсить свежей зеленью и подавать к столу. Этот пирог очень вкусный как в теплом, так и в остывшем виде. Оригинальная подача и такой любимый вкус. А это блюдо нравится даже тем, кто совершенно не любит капусту. Все просто и очень быстро. И первым делом мы, конечно же, возьмем капусту и мелко ее нарезаем. Я взяла четвертую часть кочана среднего размера. Очень точных пропорций в этом рецепте не нужно. Можно измельчать капусту, как я, обычным ножом. А можно, конечно же, использовать специальную терку для шинковки. Главное измельчить капусту как можно мельче. Так блюдо будет очень вкусным. Вот такая вот соломка у меня в итоге получилась. Теперь берем отдельную емкость и разбиваем в нее 4 яйца. Добавляем немного соли, 1 чайную ложку куркумы и смесь трав. Можно взять любимые специи для овощей. Теперь венчиком хорошенько взбиваем буквально минутку. Если нет венчика, можно взять обычную вилку. Тоже все отлично получится. Я просто влюбилась в этот рецепт и частенько его готовлю. Уж очень вкусно получается эта капусточка. В хорошо взбитую яичную смесь добавляем 3 столовые ложки сметаны жирностью 20%. И опять хорошо перемешиваем. И еще добавляем 3 столовые ложки пшеничной муки. Хорошенько взбиваем венчиком, чтобы получилось однородное тесто. Главное без комочков. Вот так как у меня. Высыпаем 150 грамм твердого сыра, натертого на мелкой терке и перемешиваем. Теперь в емкость выкладываем измельченную капусту сразу всю. И аккуратно все перемешиваем, чтобы капуста и тесто хорошо смешались. Каждый кусочек капусты должен полностью со всех сторон покрываться тестом. Но при этом тесто в емкости не остается. Оно все на капусте. Сковородку с антипригарным покрытием ставим на огонь. Добавляем немного растительного масла. Можно взять сливочное или топленое. Что больше любите. Будет тоже очень вкусно. Хорошо разогреваем сковородку и выкладываем пару ложек капусты в кляре. Быстренько разравниваем по всей поверхности сковороды. Чтобы получился вот такой вот блинчик. И обжариваем на среднем огне 4-5 минут до золотистой корочки. Можно накрыть крышкой, чтобы капуста быстрее приготовилась. Как только верх полностью схватился, а внизу образовалась хрустящая корочка. Осторожно переворачиваем на другую сторону. И обжариваем еще минуты 3-4. Тоже накрыв крышкой. Проверяем готовность и снимаем с огня. Перекладываем капусту на тарелку и продолжаем готовить. Толщину капустного блина делайте как вам больше нравится. Я люблю, чтобы блинчик был тоненький. Тогда капуста получается в один слой. Хорошо прожаривается в кляре сыром. И получается хрустящая сырная корочка. Это очень вкусно. Готовую капусту выкладываем на тарелку на предыдущий блинчик. Уверена, что у вас не хватит терпения дождаться всего приготовления. И вы начнете трапезу уже в процессе. У меня так и вышло. Лучше всего есть капусту в кляре сразу в горячем виде. Из всего теста у меня вышло 4 вот таких вот блинчика. Это очень вкусное и простое блюдо. Можно подавать и на обед, и на ужин, и в качестве основного блюда, и даже для перекуса. В любом случае вам нужно один раз попробовать и готовить его вы будете частенько. Это факт. Следующее блюдо очень интересное по вкусу и уже очень многим понравилось. Так что стоит приготовить, если еще не готовили. С капусты обязательно снимаем верхние листья. Они непригодны для приготовления пищи. Из-за грязи, которая скопилась и спряталась в складках. Остальную часть хорошо вымываем и тонко шинкуем ножом. Нарезанную капусту выкладываем в глубокую емкость. Добавляем немного соли и немного обминаем капусту руками, чтобы она стала более нежной. Если вы будете делать это блюдо с молодой или пекинской капустой, этот шаг можно будет пропустить. Теперь мелко нарезаем одно куриное яйцо. Я его предварительно уже отварила, вкрутую и очистила. Одного яйца будет вполне достаточно для этого количества капусты. Высыпаем нарезанное яйцо в емкость капусты. Добавляем туда же кефир. Желательно использовать с высоким процентом содержания жирности. Еще я добавляю черный молотый перец. И муку. Можно использовать любую. Обычную пшеничную, цельнозерновую, кукурузную. В общем, какую больше любите, такую берите. Все очень тщательно перемешиваем ложкой, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Сковородку ставим на огонь. Наливаем немного растительного масла. Через минуту, когда масло хорошо прогрелось, выкладываем ложкой капустные котлеты. Убавляем огонь до минимального. И жарим котлетки до красивой и золотистой корочки с двух сторон. По 2 минуты с каждой стороны. Главное, огонь должен быть минимальным, чтобы котлетки прожарились. И капуста не была жесткой. После жарки не лишним будет промокнуть котлеты бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир. Вот такие вот аппетитные капустные котлеты с яйцом у нас получились. Подавать готовые овощные котлеты можно к любым гарнирам. К примеру, с картофельным пюре. Если не добавлять в котлеты яйцо, то мы получим неплохое постное блюдо. В любом случае, это будет очень вкусно. Все пропорции я написала под видео в описании. Хорошенько измельчаем обычным ножом или шинковкой. Кому как больше нравится. Сегодня будут 2 невероятно вкусных и сейчас самых любимых салата в нашей семье. Вот такая вот капуста у меня получилась. Сильно мелко измельчать не нужно. Берем теперь емкость для салата и выкладываем подготовленную капусту. Очень люблю добавлять в салаты из капусты красный сладкий лук. Так мне кажется вкуснее. Луковицу небольшого размера разрезаем пополам и нарезаем полукольцами, желательно тоненько. Разделяем и вот что получилось. Еще нам нужен маринованный болгарский перец. Именно он и придаст пикантность этому салату. Отправляем теперь к капусте красный лук. Добавляем соленую брынзу, тоже кусочками. Можно взять фету. И теперь высыпаем маринованный перец. Теперь специи. Добавляем итальянские травы, сушеный чеснок и копченую паприку. Ссылочки на эти специи я обязательно оставлю в описании. Выливаем оливковое масло и хорошо ложкой перемешиваем, чтобы все ингредиенты салата перемешались и напитались ароматом специй. Можно оставить минут на 15-20, чтобы салатик пропитался. Так будет вкуснее. А можно подавать и сразу. Легкий, пикантный и такой вкусный салат готов. Он запросто может стать как основное блюдо, например, на обед. Или прекрасным дополнением к рыбе или мясу на ужин. Одним словом, очень рекомендую попробовать приготовить. А сейчас еще один салат, от которого я просто без ума. Надеюсь, и вам он тоже понравится. Конечно, начинаем с капусты. Ее нужно измельчить удобным для вас способом. В емкость для салата отправляем измельченную капусту. Берем одну небольшую красную луковицу и именно красную с другим луком будет совсем не такой вкус. И разрезав ее пополам, нарезаем на очень тоненькие слайсы. Вот такие вот, как у меня. Лук высыпаем в салатник капусте, разделяя слайсы на небольшие части. Теперь красный сладкий перец. Разрезаем, удаляем все лишнее и тоже нарезаем на тоненькие полосочки. Вообще, красный сладкий перец считают чемпионом по количеству витамина С. Нарезанный перец высыпаем в салатник. Теперь два главных ингредиента, которые придадут этому салату просто бесподобный вкус. Это листочки рукколы. Мы их просто рвем и отправляем в салатник. И творог. Нам нужно грамм 100-150. Только берите не меньше 5% жирности. Как же это будет вкусно! В конце добавим горсть белого сладкого изюма. И мои любимые итальянские травы для салата. Конечно же, немного соли. Осталось сделать заправку. Выливаем 3 столовые ложки растительного масла. Можно взять подсолнечное или оливковое. Сок половинки лимона. Черный перец. И 1 чайную ложку меда. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Выливаем соус в салатник. И аккуратно все перемешиваем. Вы только посмотрите, какие краски! Именно сейчас в серую холодную погоду они нужны как никогда. Сочетание просто невероятно вкусное. А главное, что все очень быстро и просто. А какой салатик вам понравился больше всего? И что скажете про такое сочетание? Уже жду вас в комментариях. Всем приятного аппетита! И до новых рецептов! Пока-пока! До новых рецептов! Как только лук стал прозрачным, добавляем морковь. Теперь займемся основным ингредиентом. Разрезаем капусту и нарезаем мелко соломкой. Нам понадобится примерно 700-800 грамм. Зависит от формы, в которой будете выпекать пирог. У меня диаметр 22 сантиметра. Перекладываем капусту в сковородку к овощам и тушим до готовности. Тем временем в отдельной емкости смешаем 2 яйца и молоко. Нужно буквально пару столовых ложек. Добавим перец и соль по вкусу. Вилкой немного взобьем до однородного состояния. И теперь в самом конце приготовления зальем этой смесью капусту. Хорошо перемешивать и тушить еще минут 5-7. Капустную начинку нужно хорошо остудить. А теперь займемся тестом. И тут совсем все просто. Даже миксер не нужен. В глубокую емкость разбиваем 2 яйца. Добавляем пол чайной ложки соли. Чайную ложку сахара. И хорошо вилкой размешиваем. Теперь в яичную смесь выливаем сметану. Сметану можно заменить на кефир. Но тогда нужно будет увеличить количество муки. Чтобы тесто получилось правильной консистенции. Теперь нам понадобится сливочное масло. Его нужно растопить и остудить. Всего масла нужно 100 грамм. Охлажденное масло вливаем в тесто. И хорошо все размешиваем венчиком или вилкой. Теперь высыпаем муку и добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Замешиваем тесто. Нужно хорошо все размешать. До однородного жидкого состояния. Тесто по консистенции должно напоминать очень густую сметану. Форму для запекания я немного смазываю растительным маслом. Очень удобно это делать кисточкой. Теперь в форму для запекания выливаем половину теста. И разравниваем лопаткой. Сверху на тесто выкладываем всю начинку. Равномерно распределяя ее, чтобы получился одинаковый слой. Сверху начинку заливаем второй половиной теста. Распределяем тесто при помощи лопатки. Выпекать пирог будем в разогретой духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Посмотрите какой аппетитный румяный пирог получился. Аромат при выпекании напоминает аромат пирожков с капустой. Пирог хорош в горячем виде и не менее вкусен остывший. Много начинки, мало теста. Очень вкусно подавать такой пирог со сметаной. Обязательно попробуйте приготовить. Я точно знаю, среди вас много любителей капусты. Так что не пропустите этот рецепт. А сейчас приготовим красивый и полезный стейк из краснокочаной капусты с мягким сыром. Это просто божественно вкусно. Для начала выберите хороший качан красной капусты. Промойте его, высушите бумажным полотенцем и нарежьте на стейке. Вот такие вот кружочки средней толщины. Не сильно крупно, но и не тонко. Теперь приготовим маринад. В отдельную емкость выливаем оливковое масло, сок половинки лимона, соль и смесь перцев. Тщательно все перемешиваем до однородного состояния. По желанию можно положить еще чеснок и горчицу в зернах. Теперь берем противень, накрываем его пергаментной бумагой и выкладываем стейки из красной капусты. На мой противень помещается сразу весь качан. Теперь каждый кусочек очень обильно смазываем маринадом. Лучше всего сделать это в два приема. Сначала первым слоем смазать все кусочки, а затем еще один раз все их промазать, чтобы маринад хорошо пропитал капусту и она получилась невероятно вкусной и нежной. Отправляем в разогретую духовку до 180-200 градусов на 30-35 минут. Ничем не накрываем. А пока сделаем начинку. Берем сыр фета или любой мягкий сыр, но лучше соленый. И нарезаем на вот такие вот кусочки. Сыр мягкий, поэтому можно просто измельчить его руками, кому как больше нравится. Еще для начинки нам понадобится ветчина. Берем 5 ломтиков и нарезаем не сильно мелко. Сначала на вот такие вот полоски, а потом каждую полоску режем еще на 3 части. Капуста уже практически приготовилась. Выкладываем поверх каждого стейка кусочки ветчины, равномерно их распределяя. И теперь сверху добавляем сыр фета. Это будет просто невыносимо вкусно. Отправляем еще минут на 15 в духовку, чтобы сыр стал мягким, а мясо подрумянилось. Достаем и сразу же подаем. В горячем виде это настоящее вкуснотище. Но и в холодном стейки тоже хороши как закуска. Сверху каждый стейк поливаем небольшим количеством меда и украшаем зеленью, посыпав сверху. У меня сегодня это укроп. Дополненные мягким сыром, ароматной заправкой и ветчиной, стейки из краснокочаной капусты невероятно вкусные и очень полезные. Даже и не думала, что будет так вкусно. Приготовьте этот шедевр на ужин уже сегодня. И я уверена вам он тоже непременно понравится. Это блюдо будет отличной альтернативой любому салату из капусты. И уж точно разнообразит ваше повседневное меню, сделав его праздничным и необычным.